Вот этот куст. Ну тут это было, было, было. Видите, тут еще урожай даже остался. Я сужу, что был урожай вот по этим оставленным маленьким кистям ягодки собранные. Ну вот давайте посмотрим на этот кустик. Вот этот кустик должен обязательно вырезаться, смородина вырезается. А что здесь вырезать и как вырезать? Вот смотрите, побеги, вот самые верхние смотрят, светленькие, если побеги меньше 10 сантиметров или 10, этот стволик убирается. Вот давайте сосчитаем, сколько лет вот этому. Вот говорят, 5-6 летние побеги убираются. Вот это годик, вот в этом году, вот в том году выросла, вот эта вот маленькая пикушечка, вот это был год ему, да, в этом году уже. Вот это два, вот это три, вот это четыре, вот это пять, шесть, семь, восемь лет вот этому кусточку. Он должен жить шесть, потому урожайность резко снижается. Такие ветки надо убирать. Если будет куст более редкий, то вот эти побеги, которые растут из земли, они называются нулевые. Вот видите, молодые, хорошенькие побеги. Вот этот плохой побег, он видите, как скручен. Это либо мучнистая роса, либо было много тли. Он, веточка, вершинка у него сухая. А вот этот вот очень хороший. Вот таких побегов должно быть несколько. Ну, штучки три. Вот смотрите, вот этот хороший побег. Вот, он называется нулевой. И вот, вот три побега. Все остальное, все молодые, должны быть убраны. То есть, фактически, вот этот толстенький уберем, вот этот вырежем, и с той стороны два. И куст уже в этом году обновится. Все остальное не будем вырезать. А то так можно и оголить куст. А на следующий год еще раз провести обрезку. Постепенно, каждый год обрезая, мы куст омолаживаем. И урожайность у нас будет высокая.